В 1882 году н.э. власть в Киеве получает князь Олег, прозванный Вещим. Слово «вещий» на российском языке означает «предсказатель» или «служитель древнего славянского религиозного культа». Его название «вещий» походит от русинского или украинского слова «вещун». Вещий Олег начинает свой поход на Киев с Новгорода, предварительно захватывает городище Смоленск и Любич. Подойдя к Киеву, Олег убивает киевских князей Аскольда и Дира, заявляя, что они не принадлежат княжескому роду и становятся единственным правителем Руси. Нестор об Олеге пишет так «И жил Олег, княжа, в Киеве. И сказал Олег, это будет мать городам русским. И были у него славяны и варяги, и другие назывались Русю. Этот же Олег начал границы ставить и установил дань славянам и Кривичам и мерям. И установил варягам давать дань от Новгорода 300 гривен на лето, эту меру они давали варягам, до самой смерти Ярослава. В лето 1823 года начал Олег воевать против деревлян и покорил их, и начал с них дань брать по черной куне. В лето 1824 года ходил Олег против северян, и победил северян, и наложил на них дань легкую, и не позволил им дань давать хазарам, и сказал, я враг им, и вам нечего дань им платить. В лето 1825 года послал Олег к радымичам, спрашивая, кому дань даете, они же ответили хазарам, и сказал им Олег, не давайте хазарам, а мне давайте. И дали Олегу кунь, как и хазарам давали. И владел Олег деревлянами, полянами, радымичами, осуличами и теверцами. Воевал. Соединив земли вдоль пути из варяг в реки, от Новгорода до Киева, тязь Олег начинает восстановление государственности на землях непобедимой Скифии. И во времена его правления создается государство Русь. В это государство входят земли вокруг Киева, Чернигова и Переяслова. Народ, проживавший на этой территории, именует себя русынами, что означает жители Руси. Он также присоединяет к этому новому государству другие славянские племена. Князь Олег провозглашает Киев матерью городов русских. Провозглашение Киева матерью городов русских означает изменение статуса этого города. Это означает, что этот город, как мать, будет заботиться о других городах, а другие города Руси будут уважать величие Киева. После этого провозглашения в столице Руси встает город Киев. Согласно летописи Нестора, князь Олег в 1907 году на двух тысячах ладьях отправился в поход на Царьград. Русыны окружили греческий город. Увидев невозможность сопротивляться русынам, город сдался на милость князя Олега. В знак своей победы князь Олег прибил свой щит на воротах этого города. Согласно летописи, русское войско было одарено в Царьграде большими дарами. Греки русынам за свою жизнь заплатили большой выкуп. Летопись пишет так. Олег тогда, немного отступив от города, начал мир ладить с обеими царями греческими, с Леонидом и с Александром. Он послал к ним обоим в город Карла, Фарлафа, Вермуда, Рулава, Стемида, говоря, соглашайтесь мне на дань. И сказали греки, чего хотите, того мы и дадим. И приказал Олег дать воинам на две тысячи кораблей по 12 гривен на весло, а потом давать уклады на русские города. Сначала на Киев, а потом на Черенихов, и на Переяслав, и на Полоцк, и на Ростов, и на Любич, и на другие города. Потому что по тем городам сидели князья, под Олегом сущие. Олег также в 912 году подписал в Цереграде договор, которым уравнивал права русынов с греками. Договор начинался так. По первому слову, умиримся с вами греки, будем дружить друг с другом по искреннему извалению. Этот договор имел несколько статей и практически уравнивал права греков и русынов. Единственными неудачами князя Олега была борьба за Серебряный путь, который контролировали хазары. Восточный историк Табиристана Эби Аль-Хасан описывает поход в флотилье князя Олега в Каспийское море. Сначала поход Олега был достаточно успешным. В 909 году флотилья из 16 лодей прорвалась через хазарские земли в Каспийское море и подошла к острову Абузгун в Табиристане и сожла торговый флот, стоявший там. Русь успела захватить несколько городов на Каспийском побережье. Но объединенные войска наместника Табиристана Абуль Абаса разбили войско Олега. В следующий год Олег повторил поход на Каспий, но за историком Аби Аль-Хасаном князь снова потерпел неудачу. Где-то около 912 года русынский флот на 500 лодьях прошел через Керчевский пролив, вошел в Азовское море. Это была огромная армия численностью от 15 до 30 тысяч дружинников. Подплыв к устью Дона, русыны послали к хазарскому Кагану посла, прося пропустить них в Каспий, обещая за это Кагану половину добычи. Хазары позволили русынам пройти через Дон. Оттуда они волоком лодьи перетянули на Волгу, и войско Олега спустилось по Волге в Каспийское море. Каган как раз воевал с печенегами, поэтому вторжение русынов было им выгодно. Кроме того, русыны обещали хазарам половину добычи. Русы опустошили и разграбили Шериванд, это область современного Азербайджана. Возвращаясь с похода, Олег с русынами вошел в устье Волги. Русыны прислали хазарам по договору половину добычи. Но мусульманская гвардия хазаров взбунтовалась и потребовала мести над русынами со смерть единоверцев. Хазары послали против русынов войско. Разыскав русынов на Волге, обе армии начали ярусную битву, которая длилась три дня и закончилась катастрофическим поражением русынов. В битве на Волге погибло около 20 тысяч русынов. Оставшиеся на кораблях бежали по Волге, где и были перебиты буртусами и волжскими болгарами. Скорее всего, тогда и погиб наш князь Вещий Олег, а не от укуса змеи, как это пишет летопись. Так что все попытки Олега закрепиться на Каспии были неуспешными. Но его труд не был напрасным, и наш князь Святослав Храбрый в 968 году полностью уничтожил Хазар. И Хазария прекратила свое существование.